Взяться за моральное оздоровление нации решил протеерей Всеволод Чаплин. Представитель Русской Православной Церкви предложил ввести общероссийский дресс-код. В основном Чаплина возмущают мини-юбки и боевой раскрас женщин. Надо ли говорить, какой резонанс вызвало это предложение? Интернет буквально покраснел. Нет, не от стыда, а от накала страстей. Андрей Ковтуненко измерил градус дискуссий. Близнецы Даши и Насте Еремеевы ходят в школу в разных блузках, но в одинаковых жилетках. Эмблема как принадлежность к маленькому миру школы номер 1207. Девочки не против уравниловки. Форма только дисциплинирует. Кто хочет показать что-нибудь, одевается, какую-нибудь блузку необычную. А что бывает, если человек пришел в школу без формы? Без формы? Такого не бывает. Нет, такое, конечно, бывает, но заучили, директор или учитель скажет, что без формы не надо ходить. В этой спецшколе с английским уклоном форма – обязательное условие, но в старших классах быть похожими друг на друга хотят единицы. Это очень напрягает. В основном, в будние дни, постоянно надо стирать, гладить рубашки. Можно ходить просто. Вы не хотите гладить рубашки? Нет, ну, я не знаю. Нет, мне неудобно ходить вот в такой форме одежды. Вы хотели бы... Ну, хотя бы просто строгий вид. Молодой человек или девушка взрослеют, они хотят выделяться. Единственное требование, которое сохраняется вне зависимости от того, есть на них школьная форма или нет, это офисный стиль одежды. То есть, естественно, это должны быть либо костюмы для молодых людей, либо джемпера, но, тем не менее, это офисный стиль, и девушки не могут прийти на школу в мини-юбке. Вот и глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества московского патриархата Всеволод Чаплин на этой неделе выступил против непристойного облика граждан. Народ, который не поймет то, что раздетые женщины на улицах, это неправильно, просто исчезнет. И через сто лет его просто не будет, поэтому эти развязные ведущие к себе людей не будут в любом случае. Либо они сменятся одумавшимися, нормальными ведущими себя людьми, либо они сменятся другим народом. Предложение Всеволода Чаплина вызвало в обществе неоднозначную реакцию. В интернете появилась петиция, обращенная к главе РПЦ патриарху Кириллу о том, что внешний вид россиян является частным делом. Патриарха попросили добиться от представителей церкви извинений за недопустимое в современном обществе заявление и запретить пропаганду дискриминации женщин. Всероссийская феминистка Мария Арбатова в своем гневе пошла еще дальше. На самом деле за этим стоят попознавения сделать жизнь в стране более консервативной и отсутствие понимания православной церковью рамок собственной компетенции. Потому что рамки православной церкви находятся строго за ее приходом. Они могут рекомендовать своим прихожанкам одеваться, раздеваться, переодеваться, все что угодно. Но все остальное является для них абсолютно закрытой зоной. К корпоративному трескоду, регулирующему внешний вид сотрудниц, вплоть до длины волос и юбок, многие в нашей стране хоть и с трудом, но привыкли. Крупные компании уже давно реализовали идею про Таирея Чаплина. Вот, например, приложение к приказу о внешнем виде сотрудников «Газпромнефти». Тут все оговаривается вплоть до ткани, только хлопок и шелк. Цвет – серый, черный, темно-синий. Рисунок – клетка, полоска. Труженицам нефтяного гиганта запрещается носить дешевую бижутерию – висячие серьги, звенящие браслеты и кольца с крупными камнями. Даже прописана форма и длина ногтей, указанный список магазинов, где нужно отовариваться. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. Другое дело утверждение единого стиля одежды для всего общества. Такое практикуют в наши дни только, пожалуй, лишь в Северной Корее или в зоне влияния исламских фундаменталистов. Тележурналист Светлана Конегин, известная своей неординарностью и ярким вызывающим видом, это заявление называет просто провокацией. Я сама крестилась, мне было лет 20 тогда, я была студенткой Питерского университета, и крестил меня как раз Кирилл, тогда еще ректор Питерской духовной академии, а ныне вот наш патриарх. И я помню, почему-то меня озадачил перед крещением вопрос, что мне, собственно, надеть. И я помню, что Кирилл со свойственной ему такой ироничностью ответил мне, что ты, главная Светка, голый не приходи. Вот с тех пор, вы знаете, я голый в церковь не хожу, а зря. Иногда, поверьте, очень хочется, особенно после таких провокационных речи. Классическая куртка мужская, с кожей страуса, интересный цвет изморудный. Тема коллекции была вот такая у нас, последняя, но у бандитов. Модельер Илья Шиян придумывает оригинальную и совсем не дешевую одежду куртка из кожи крокодила 10 тысяч евро. На его показах моделями были Сергей Зверев, Дима Билан, Валерий Леонтьев и другие знаменитости. Не все пытаются что-то именно донести своим внешним видом. Это тоже нужно понимать. Одежда – это как некая маска, я так считаю. Это как некая игра. И нам всем в какой-то момент хочется поиграть. Иногда мы играем серьезного дядю, одеваем на себя что-то такое. Иногда хочется похулигать, одеваем что-то такое. При этом сущность твоя остается. Если ты хороший, позитивный человек, ты такой и есть. Очень непросто придумать какие-то конкретные модели одежды, которые можно носить и нельзя носить. Но, по-моему, очевидно, что женщина, которая посреди большого города одета во что-то подобное купальнику и трусам, неадекватна элементарным представлениям о человеческих приличиях. Точно так же мужчина, который ходит по центру города, обнаженным по пояс, в трениках и тапочках, тоже неадекватен представлением о чести и о том, как должен вести себя человек. Вот такая юбка уже, да? Но все они все равно прикрывают колено, они все равно ниже колена, и они, видите, без разрезов эти юбки все. Магазин «12 праздников» в Москве является, пожалуй, единственным в столице законодателем мод для православных. Вещи строгие, красивые и недорогие. Дизайнеры со всей России. Сотрудники готовы откликнуться на призыв Севолода Чаплина. Почему Москва, наша золотоглавая, почему нам не ввести тоже, например, дресс-код, чтобы на женщин, которые идут по городу, было приятно посмотреть? Ну, это я со своей точки зрения говорю, да, со точки зрения православного человека. Вот, и я считаю, что да, наш ассортимент, пусть он, ну, просто магазинчик небольшой, конечно, на всю Москву мы, наверное, не осилим, не охватим всех желающих, но наш ассортимент этому соответствует. То есть мы можем помочь, да, одеть женщину так, как вот говорил, наверное, отец Севолод Чаплина. Много есть таких специально отведенных колоний, мест, поселений, где вот одеты все в серую, там, длинную униформу. Пожалуйста, welcome. Вот, ну, я не думаю, что у нас эта идея приживется, и тогда что нам дизайнерам делать? Дизайнер Олеся Кочнева недавно выполнила большой заказ на изготовление корпоративной одежды для одного из крупнейших банков страны. Но с введением дресс-кода в России не согласна. Ей хочется придумывать нарядную, открытую и даже прозрачную одежду для русских красавиц. Главное, чтобы женщины радовались, и мужскому взгляду было приятно. А уж цвета могут быть любыми. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны. И передо мной и подсак должен два раза приседать, и чекланин ку делать, и целоп. Меня не имеет права бить по ночам. Никогда. Президент Академии имиджологии Елена Петрова написала не одну книгу. Она считает, что имидж – это судьба. И такими заявлениями РПЦ пытается повлиять на судьбу россиян. Я опрашивала два месяца тому назад студентов московских вузов относительно того, в чем они видят препятствия своего большего, может быть, погружения в религию, большего интереса к храмам, к православию в частности. И они мне сказали, что одним из препятствий является то, что есть ограничения в том, что они не могут, девочки, войти в джинсах, а они постоянно, студентки, ходят в джинсах. Это тепло, комфортно, это их одежда. Это их дресс-код, но не навязанный сверху, а выработанный самой культурой, субкультурой молодежной. Каждый человек сам решает, что и куда ему надеть. Это зависит не только от его вкуса и предпочтений, но и от достатка. Об этом тоже не стоит забывать. Решать, каким будет имидж нашей страны и народа, надо всем обществом, а не указом о введении дресс-кода. Андрей Ковтюненко, Анатолий Романов, Дмитрий Громов, Павел Шабанов и Михаил Артемов. Вместе из России.